Стремление доказать, что ты лучший, свойственно не только спортсменам, но и людям творческих профессий, в том числе и артистам новосибирских театров. Конкуренция во всем. Кому цветов после спектакля больше подарили, кому главную роль дали. Выяснить, кто лучше, помогает и театральная премия «Парадис», и всевозможные творческие конкурсы, и вот теперь ежегодный футбольный турнир. Артистический талант, конечно, может пригодиться в одном отдельно взятом матче. Упал красиво в штрафной по системе Станиславского. Судья поверил и назначил пенальти. Вот она, долгожданная победа. Но все-таки для успеха на этом турнире актерам новосибирских театров нужны другие качества. На турнир заявились шесть театров. «Глобус», «Городской драматический», «Музкомедия», «На левом берегу», «Оперный» и «Старый дом». Причем составы получились неоднородными. Где-то на поле вышли ведущие артисты, у которых понедельник, кстати, законный выходной. А вот солистов музыкальных театров на полные команды не набралось. И они усилились, например, игроками из оркестров, которые, впрочем, тоже творческие работники. Надо сказать, что этот турнир, конечно, вызвал некоторое беспокойство у режиссеров и руководителей театров. Все-таки футболистам уже завтра выходить на сцену. И лучше, если они это сделают без синяков и ссадин. Конечно, нам постоянно говорят наши помрежи, режиссеры, чтобы мы себя берегли, чтобы играли постоянно как-то по сдержанию. Ну, сами понимаете, что это невозможно. Ну, невозможно, как мы будем себя беречь. Хотя нет, мы когда играем вот с друг другом, мы же все знакомые, все друзья, и как бы всегда бережем друг друга. То есть, если что, мы как бы сразу извиняемся. Ну, в процессе игры это нормально. Актрисы новосибирских театров в футбол пока не играют, но пришли поддержать своих коллег, как и поклонницы актеров. Так что жарко во время матча было не только на поле, но и за его пределами. Всевозможные трещотки, дудки и даже волынки. Шумовая поддержка на матчах была достойной, но уже с первых минут стало ясно, что как бы ни старались болельщики разных команд, взять реванш у действующих чемпионов, артистов «Глобуса» будет непросто. Мечи в ворота соперников сборная молодежного театра забивала на любой вкус. В финале «Глобус» камня на камне не оставил от театра на левом берегу 13-2, ну а бронзу завоевала муз-комедия в упорном поединке с отсчетом 3-2, обыграв театр Афанасьева. У нас в команде собрались в прошлом, все как-то более-менее профессионально занимались спортом. Кто-то на очень хорошем уровне играл в футбол, ребята, кто-то другими видами спорта занимался. Но все так или иначе связаны со спортом, а спортом без следа не проходит в жизни. Это здоровый образ жизни, это правильно. И поэтому, когда мы собираемся по понедельникам, то у нас между собой бывают настоящие зарубы. А тут, что называется, тренировались, и надо показать результат. Это как премьера. Алексей Кудинов, Константин Быкасов, телесанк «Самир». Редактор субтитров А.Семкин